Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ковид ушел, но обещал вернуться. В регионе предлагают ввести масочный режим на фоне новой волны коронавируса. Вместо игрушек спирт и наркотики. В Алтайском крае около 200 детей ежегодно лечат от зависимости. Самым маленьким алкоголикам нет и 10 лет. Мост на новом рынке начали демонтировать по ночам, что мешает строителям работать днем. Алтайский край накроет шторм из-за жары. Об этом сообщают синоптики. В ближайшие дни в регионе будет держаться температура на уровне 30 градусов. Штормовое предупреждение объявлено с сегодняшнего дня до 12 августа. Аномальная жара придет сразу в несколько регионов страны. До 40 градусов ожидается в Волгоградской, Ростовской областях, в Краснодарском крае. Жарко будет также в Челябинской, Свердловской областях. К другой теме. Над железной дорогой в Барнауле начали демонтировать мост. Разбор сложной тяжеловесной конструкции проводят в ночное время. Специально для этого по договоренности с железнодорожниками выделили временные окна. Подробнее об этом далее. Не торопись! Спешить тут действительно опасно. Каждая такая балка пролетного строения весит 18 тонн. Чтобы ее демонтировать, нужны знающие свое дело работники и грузовая спецтехника. Несколько автокранов, балковозов и экскаваторов-погрузчиков. Еще один момент. Время. Под мостом, пути РЖД и работа автодорожников не должна мешать железнодорожникам. Для этого последние выделили специальные временные окна. По ночам в течение четырех часов поезда не курсируют. За первое окно был подготовлен пролет к демонтажу в количестве четырех балок из 19. Сегодня второе окно и будет демонтаж этих четырех балок. Три ночи подряд демонтаж, далее три ночи подряд перерыв. Таков график работ по разбору моста в районе Нового рынка. Пока железнодорожники согласовали 10 временных окон. Но на разбор всей конструкции потребуется около 25 ночных смен. Днем же на путепроводе продолжают крепить опоры под устройство теплосетей. Елена Макаренко. День с толком. Премьер-министр Михаил Мишустин приедет на Алтай в середине августа. Программы и подробности визита пока неизвестны, но предположительно с участием высокопоставленного чиновника должно пройти совещание о развитии туризма. Высокий гость приедет 12 августа. Разные СМИ сообщают, что первоначально председатель правительства планировал посетить Алтайский край. Но по последним данным он может отправиться только в Республику Алтай. В любом случае, сообщают источники, программа визита включает в себя совещание о развитии туризма с участием представителей отрасли и из Алтайского края. Добавим также, что полтора года назад, в марте 2021 года, Михаил Мишустин приезжал в Алтайский край. Тогда он посетил АЗПИ, где обсуждал проблемы промышленников. Побывал в Барнаульской школе, где его накормили гречкой с котлетой. Пообещала учительнице из отдаленного села Солонешинского района решить вопрос с подключением школы к интернету. Между тем, в Барнауле идет масштабное обновление школ. Сразу семь образовательных учреждений попали в федеральную программу модернизации школьной системы. И в них сейчас идет капитальный ремонт, подобно которому по затратам и масштабам в прежние годы в регионе не проводили. Об основательной реконструкции на примере одной из барнаульских школ. Расскажем далее. Вот этот кабинет, это начальная школа, это ребятишки первого класса сюда зайдут. Стены сделаны, потолочки все у нас сделаны. И теперь мы, конечно, ждем отделочных работ. 130-му барнаульскому лицею 60 лет. Возраст почтенный, но скоро, судя по всему, он будет выглядеть не хуже молодых школ. Благодаря участию в федеральной программе по модернизации школьной системы образования, лицею выделили 76 миллионов рублей. 67 из них пошли на капитальный ремонт. Вместо деревянного пола – современный наливной. Новая кровля, свежая штукатурка и укрепление стен, натяжной потолок. Но главное – заменены все инженерные коммуникации. Повсеместно смонтированы новая электропроводка, системы канализации и водоснабжения. Одним словом, ремонт комплексный, основательный. На потолке у нас проведено электричество, проложено АПС. Это все, что связано с противопожарной безопасностью. Сделаны наводящие вот эти структуры под потолок, под вестой Армстронг. То есть работы идут вот в параллели. К такому масштабному обновлению в школе стали готовиться загодя. Еще весной педагоги вместе с родителями освободили учреждения для прихода строителей. Мы 15 апреля уже подготовили школу для того, чтобы зашел подрядчик. С всякими определенными моментами мы помогали ему и двери убирали. Мы помогали, скажем, с металлом, что вытаскивали. Но с подрядчиком пришлось расстаться. Ему не хватило оборотных средств. Контракт расторгли по обоюдному согласию. Это позволило в очень короткие сроки заключить договор с новым подрядчиком. В июле в школу зашла другая строительная организация. Темпы набираем. На данный момент 36 человек их на выходе. Сейчас, я думаю, догоним. Человек до 50 получается. Вы сами участвовываете на объекте? Каждый день абсолютно. Каждый день. Все, и суббота, и воскресенье тоже здесь. Без выходных и полный световой день работают строители, чтобы закончить ремонт в срок. Капитальные работы уже на финальной стадии. Осталась отделка. И подрядчик, за которым пристально следят родители, и заказчик комитет по образованию Барнаула, уверяют, к началу учебного года работы будут завершены. На сегодняшний день новая подрядная организация идет в установленном графике. Завершение работ планируется до 1 сентября, и дети пойдут уже в обновленную школу. Строители совместно с педагогами и родителями школьников уже решили вопрос по эстетическому оформлению лицея. Коллегиально определили цвет новых стен в кабинетах и коридорах, плитки на полу. Но конструктивными и внешними преобразованиями в лицее не ограничатся. По федеральной программе модернизации школ всем учреждениям-участникам выделяют также средства на покупку оснащения, новые мебели и оборудование для профильных классов. По этому направлению Барнаульский лицей получит 9 миллионов рублей. Но прежде все же нужно завершить масштабный ремонт. По контракту подрядчик обязан закончить работы до сентября. Ученики лицея, их родители и педагоги надеются, что у нового подрядчика хватит всех необходимых ресурсов уложиться в отведенные сроки. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Как мы уже поняли, проверка школ и детских садов в самом разгаре. Комиссия, в составе которой общественники, депутаты, полицейские и специалисты городского комитета по образованию, планируют побывать в 253 образовательных учреждениях Барнаула. Проверить предстоит и 27 краевых. Смотрят на качество ремонтных работ и сколько времени осталось до их завершения. Анара Шагирова продолжит тему. Изменения в 42-й гимназии заметны уже на входе. В отремонтированном фойе установили систему контроля доступа, оборудовали и пост охраны. Чтобы система безопасности соответствовала всем нормам, пришлось даже перенести главный вход. Но, пожалуй, самые масштабные перемены произошли в кабинетах информатики и физики. На капитальный ремонт классов из городского бюджета выделили почти 3 миллиона рублей. Закуплена мебель и оборудование. Еще 600 тысяч получила гимназия в качестве грантовой поддержки от мэра Барнаула, защитив весной этого года проект современной естественно-научной лаборатории для школьников. Мы приобрели различные демонстрационные оборудования по физике, которого еще не было в нашей школе. Мы приобрели различные цифровые лаборатории с датчиками. С помощью этих датчиков дети могут проводить свои исследования. Ну, например, мы купили лабораторию по физиологии, физиологии человека. Соответственно, там большое количество датчиков, которые можно буквально на себя, на товарища или на кого-то еще подключить и проводить различные эксперименты в том числе. Это все пробуждает у детей интерес, когда мы не просто теорию, да и формулу на доске пишем и воображаем что-то, а делаем это своими руками. И это только один из ярких примеров преображения барнаульских школ. Ежегодно на развитие бюджетных учреждений, рассказывает депутат городской думы Марина Панкрашова, выделяются немалые средства. А это 80 школ и 154 детских сада. Конечно, сейчас, зайдя в любое учреждение образования, мы попадаем как будто совершенно в другой мир. И это не обязательно только техника, это ведь и учителя. И мне здесь хочется сказать отдельно об этом. Потому что, чтобы работать на этом оборудовании, многие учителя проходят курсы повышения квалификации и, наверное, привносят что-то свое, создавая вот эти комфортные условия. Еще раз хочу сказать, комфортные условия – это не стены, не мебель, не техника, это еще и люди. И вот это все у нас в городе Барнауле есть, работает в достаточно хорошей системе. До конца этой недели депутаты городской думы и члены комиссии завершат приемку всех учреждений образования. А чуть меньше, чем через месяц, школы Барнаула распахнут свои двери для 80 тысяч ребят, еще 42 тысячи детей пойдут в детские сады. Анна Рашагирова, день с толком. Вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, предложили в Минздраве региона. Замминистра Наталья Белоцкая сообщила об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. Врачи фиксируют ежедневный прирост числа больных коронавирусом. 231 человек находится в госпиталях, выросла нагрузка и на службу скорой помощи. Показатели вакцинации пока низкие. Уровень коллективного иммунитета составляет всего 15%. В связи с этим и было предложено ввести масочный режим для людей старше 65 лет. И к другой теме. Маленькие алкоголики и наркоманы выводят Алтайский край в антирейтинге. В регионе выявляют различные зависимости у детей в два раза чаще, чем в среднем по стране. Среди заядлых выпивок есть и дети до 10 лет. Подробнее в нашем сюжете. Сочинение «Как я провел это лето» у этих детей будет явно самым неординарным. В эту реанимацию попадают подростки в алкогольном опьянении. Самым маленьким пациентам всего 9 лет. За полгода здесь побывали уже 8 рано повзрослевших человек. Все они отравились алкоголем. Попадают и девочки, и мальчики, как правило, без сознания и в тяжелом состоянии. Запускаются метаболические процессы, которые детским организмам очень сложно выводятся, метаболиты очень сложно выводятся детским организмам в связи с тем, что незрелость метаболических процессов органов ЖКТ, то есть это печень не сразу справляется, не сразу реагирует поджелудочная железа. Нет достаточных количеств ферментов для того, чтобы быстренько это все утилизировать, скажем, грубо говоря, у взрослых людей. Плюс это еще незрелость нервной системы. В этом году в отделении пациентов стало больше. Врачи связывают это с тем, что были сняты ковидные ограничения, и дети стали чаще выпивать в компаниях. Этой девушке 15 лет. Сейчас она на строгом контроле родителей. Готовится к экзаменам, которые пропустила весной из-за наркотиков. Я связалась с плохой компанией, начала употреблять наркотики. Начались уходы из дома, изменения в психике и так далее. А что за наркотики? Наша героиня посещает реабилитационный центр «Родник». В этом году этот центр с профилактической целью посетили уже более 4000 подростков. Некоторым детям необходима серьезная медикаментозная и психологическая помощь. За год через дневной стационар здесь проходит около 200 детей. Вот только у половины из них потом случается рецидив. По подсчетам, опять же, последние два года, это порядка 50-54 процентов может быть спровоцирован рецидив, к сожалению. Показатели достаточно тревожные. Показатели по Российской Федерации Алтайский край превышают. Порядка раза в два выше. Ребенок, алкоголик или наркоман – это не только плохая компания. Часто проблемы возникают в семье подростка. Кстати, если ребенок попадает к врачам в опьянение, семья ставится на учет. И эти последствия ребенок заберет с собой во взрослую жизнь, навсегда запятнав свою биографию. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. К другой теме. В Барнауле продолжается благоустройство парка Изумрудный. За два года в возрождение популярной зоны отдыха вложено уже более 120 миллионов рублей. Инвестиции продолжаются. Прямо сейчас строители восстанавливают знаменитый пруд. Руководители проекта, архитекторы, представители власти и депутаты сегодня наблюдали за рождением нового места притяжения гаража. В июле мы еще из-за нескольких мероприятий вышли уже в цифре 200 тысяч человек в месяц. Цифры говорят сами за себя. В этом году парк Изумрудный стал центром притяжения барнаульцев. Целые семьи из отдаленных уголков города едут отдохнуть в зеленой зоне, которую с 2019 года начали активно возрождать. Появилась инфраструктура, освещение, начали проводить спортивные и культурные мероприятия. А теперь перешли к третьему этапу – восстановление визитной карточки пруда. Прямо сейчас идет расчистка котлована, которая стоит без воды почти пять лет. Зеркало пруда остается глубиной метр двадцать. Это глубина метра двадцать будет отметка воды? Да, отметка воды пруда. Главный вопрос горожан – будут ли содержать пруд в должном виде, к примеру, будут ли чистить водоем. Барнаульцев заверяют, что здесь предусмотрены очистные сооружения. Они будут работать пять дней в неделю. Причем горожане получат не просто водоем, а полностью благоустроенный пруд. Благоустройство всего периметра. То есть это также мощение плиткой, элементы освещения. И что значительно будет отличаться от того, к чему мы привыкли, это то, что мы постараемся реализовать склоны уже озелененными, а не бетонными плитами, как это сейчас. То есть пруд будет выглядеть намного естественнее, намного живописнее. А еще деревянные набережные и специально оборудованный спуск к воде. Купание, конечно, запрещено, но отдых у воды возможен. 60 миллионов будет направлено на восстановление пруда. Это, к слову, 60% в целом от всего объема финансирования, которое предусмотрено в этом году. И здесь сделан достаточно серьезный проект институтом, который непосредственно занимается гидрологией. Поэтому предусмотрены все необходимые этапы по демонтажу изношенных конструкций, восстановлению слоев изоляции и в том числе последующие очистки для того, чтобы пруд не зацветал. Срок восстановления до конца текущего года. За теплый период основные работы должны быть завершены. Для очень многих поколений барнаульцев, которые здесь проживают, пруд – это знаковое место. Это те, кто приходил в свое время в этот парк. Вот даже сегодня мы смотрели фотографии, показывают люди, как они с родителями приходили и катались на катамаранах. Поэтому, конечно, восстановление пруда, оно с одной стороны будет иметь, ну, такую, скажем, некую память. А с другой стороны, это, конечно же, благоустройство парка, это создание новой зоны. Новая рекреационная зона, куда будут тянуться тысячи людей. К слову, искусственный водоем будет радовать горожан не только летом, но и зимой. Здесь планируют обустроить каток с теплой раздевалкой и вкусным чаем. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сильнейшие конники края, а также наши соседи, приехали в Барнаул для участия в четвертом этапе Большого Сибирского круга. Они разыграли кубок губернатора. На кону в этот день было 2 миллиона рублей. Наша съемочная группа следила за тем, кто на этот раз окажется самым быстрым. Не аншлаг, конечно, но желающих понаблюдать за скачками собралось много. Азарт конных забегов мало с чем сравним. У каждого зрителя свои фавориты. Из Кошагальского района Республики Алдай приехала лошадь Шакира Рок. Я вот за нее больше всего. Просто, знаете, вот удовольствие, когда вот ребенок рождается. Вот удовольствие, это тоже самое, потому что это детище Руслана. Руслан тоже занимается всю жизнь. К слову, Руслан Пащенко изначально был одним из фаворитов турнира. Помимо парусника, жеребца Руслана, проверку на резвость и выносливость проходили больше сотни лошадей орловской породы. Правда, участвовали в забегах и более скоростные. Например, американский стандарт «Бредный рысак» бежит примерно на 5-7 секунд быстрее, чем орловский. Но если говорить о внешних преимуществах, то эксперты считают, что орловцы куда грациознее. Посмотрите на наших орловцев. Это красота, это грация, это изящество, это мощь, это сила. Вот просто, понимаете, смотришь на него и испытываешь удовольствие, глядя на эту лошадь. Глядя на американцев, вы этого не испытаете. Вы будете прекрасно знать, что он победит, но любоваться им не получится. Побороться за призы к нам приехали конники из Красноярского края, Республик Хакасия, Алтай, Кемеровская и Новосибирской областей. Эти состязания, по словам одного из организаторов, очень важны для ипподромов и конезаводчиков. У нас очень хорошие заводы, особенно орловские, которые мы сами выращиваем. Представляете, сколько людей занято в этом? А социальная какая там нагрузка на это идет. Сколько людей занято, сколько работают, сколько трудятся. Ну и это праздник, это соревнования, это действительно наше, особенно орловский лесах. Его нету нигде в мире, его весь мир признает. Не зря многие ставили на парусника, в итоге Руслан Пащенко со своим орловским жеребцом и стали обладателями Кубка Губернатора и полумиллион рублей. Руслан давно дружит, работает с парусником. По его мнению, это очень умная и талантливая лошадь. Кстати, Руслан отметился двумя победами, в том числе на другом жеребце из Европы. Кроме Кубка Губернатора в этот день были разыграны еще 10 призов и 2 миллиона рублей. А все присутствующие получили эмоции, которые запомнятся надолго. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Вадим Быстревский. День с толком. Спустя 17 лет после гибели Михаилу Евдокимову присвоили звание «Почетный гражданин Смоленского района». Памятный знак отличия вручили вдове артиста на Всероссийском фестивале народного творчества и спорта «Земляки», который возобновили спустя два пандемийных года. Подробнее о народном празднике расскажет Валентина Аскерова. Песня с душой, танцы с размахом. Два года родина Михаила Евдокимова Верховская провела в тишине. Коронавирус поставил на паузу популярный фестиваль, на который ежегодно съезжались тысячи человек, включая знаменитых артистов, друзей Михаила Сергеевича. Сегодня музыкальные встречи возобновили вновь. Очень счастливы, что традиция снова возобновилась. На время прекратились и надеемся, что на совсем прекратились наши ограничения. Мы очень счастливы. Замечательный фестиваль. Всегда приезжаем. У нас дети выросли на этом фестивале. Прям я тут душой отдыхаю. Вогода же не было. Я была на юбилейном на 25-м фестивале. Я из города Челябинска. И приезжаем каждый год. Я из Барнаула. Мы с друзьями сюда приезжаем. Большой компанией. Гуляем по селу. По всему. Здесь вообще здорово. Спортивные состязания, угощения, экскурсия по музею Михаила Евдокимова. Здесь и сценические костюмы, артисты, музыкальные инструменты и памятные фотографии. Среди экспонатов есть и эксклюзивные артефакты. Михаил Сергеевич платформу и каблуки набивал сам. По-моему, сосна, дерево, чтобы более легкое было, верх фабричный. Но в армии это неустанная обувь. И командир части раза четыре обрубал эти каблуки топором, а он все равно мастерил. Но хотел иметь модную обувь. В итоге, когда дембилизовался, пришел с армии, привез вот эти туфли сюда. Конечно, эти туфли не для повседневной носки, а для выступления на сцене. А вдова народного губернатора Галина Евдокимова, прогулявшись по музею, не могла не поделиться своими воспоминаниями о Миши. И в армии мы даже друг другу писали. Хотя же нет. То есть, мы служили в старой бате, и у нас дом стоял прямо вот напротив. Плац, казарма и вот наш дом. Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Его жизнь трагически оборвалась у поворота на село Плешково Троицкого района. Автомобильная катастрофа. Михаил Евдокимов так и не смог реализовать свои планы по развитию родного села и в целом Алтайского края. В память о погибшем народном избраннике и большом артисте Галине Евдокимову вручили памятный знак отличия. О посмертном присвоении ее супругу звания почетный гражданин Смоленского района. Валентина Аскерова, день с толком. Валентина Аскерова, день с толком.